У нас в гостях актриса, певица, продюсер, в общем, человек-оркестр Асельса Двакасова. Здравствуй, спасибо, что пришла. Спасибо вам за приглашение. Но мы не могли тебя не пригласить, потому что сегодня для тебя очень важный день. Сегодня состоится предпремьерный показ фильма «Адель», где ты играешь главную роль, и еще и продюсер этой картины. Для меня это, как сказать, можно сказать, первый ребенок, первенец. Помимо того, что ты презентуешь фильм, ты параллельно снимаешься в другой картине. В этом году я окончательно решила, что петь я больше не буду, и презентовать меня уже как певицу, я думаю, даже не стоит, потому что два года реально я уже не пою. Ну вот когда начала заниматься кино, я поняла, что это вот мое. Я хочу быть именно продюсером в кино и больше как бы уделять время именно актерской деятельности. Ну у тебя же еще какие-то, ты же была еще каким-то продюсером каких-то музыкальных проектов. Являешься еще? Я не являюсь, это группа «Кофеин», группа «Алтенггерлс» и сопродюсер группы «Даус Интернешнл», но честно скажу, это в любом случае на втором плане. Я прям вот поняла, что нельзя себя распылять, нельзя заниматься одновременно пятью-десятью делами, чтобы каждая из них получалась хорошо. Браво, это отличная мысль, потому что действительно большинство представителей нашей медиаиндустрии, они пытаются взяться сразу за несколько дел. Я уверена, что это приходит все-таки с возрастом. Сегодня казахстанский кинематограф пополнится еще одной лентой. Именуется она «Адель», расскажи мне, что это за картина, почему ты решила ее продюсировать, ну и, конечно же, сыграть главную роль. На самом деле я уже лет пять вынашивала эту идею, просто то не было возможности, то, опять же, правильно, я неправильно расставляла приоритеты, и все это как-то откладывалось в дальний ящик. В прошлом году я уже окончательно решила, что я хочу снять фильм. С счастливым стечением обстоятельств я знакомлюсь с Аскаром Бесембином, он спросил, что вы хотите? Я говорю, я не хочу комедию. Я знаю, что с комедией заходить намного проще на наш кинорынок. А я сказала, что я хочу мелодраму, я сказала, что я не видела, ну вот на самом деле не видела в Казахстане ни одну историю красивой любви. Чего? Я, Викжа. Адель? Ну, не боялась рисковать, потому что Аскар, ну, все равно он специализируется как режиссер комедийного, да, жанра. Это факт, потому что, например, даже «Замуж 30», когда сценарий читала, я уже ухохатывалась на первых трех строчках, и это продолжалось до самого конца. Нет, я думаю, что у них хорошо получилось, второй сценарист Николай Пак. Я когда прочитала их сценарий, мне очень все понравилось. Про что фильм? Почему зрители должны прийти и посмотреть эту картину? Ну, потому что это про самое светлое чувство, наверное, в нашей жизни. Это любовь, естественно. Как она может изменять жизни людей? А теперь по чесноку. Вот как генеральный продюсер, из 10 баллов какую оценку ты дашь своей картине? Конечно, я дам все 10, честно. Потому что это мой первенец. Может быть, на следующих проектах, на следующих картинах я буду искать минусы, докапываться сама. 10 не потому, что это супер гениально и невероятно талантливо, а потому что туда я могу с уверенностью сказать, я вложила всю свою душу. Я тебе верю, потому что в твоих глазах столько блеска, да, и ты с таким трепетом рассказываешь про свою картину. Когда уже картина поступит в прокат? 10 декабря, с этого четверга, во всех кинотеатрах страны. Дорогие друзья, приходите, я буду очень рада. Желаю, чтобы твою картину приняли, ну и, конечно же, хороших кассовых сборов. Да, это самое главное. Ну а сейчас же сюрприз от программы Review. Мы продолжаем баловать своих зрителей и сегодня разыграем билеты на концерт Григория Левса.